Дорожное движение В студии работает Валерий Антонов Итак, в течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последние две недели Люди с ослабленным зрением на дороге в Якутске прошла акция «Белая трость» Пешеход – участник дорожного движения, вспомним правила и обеспечим свою безопасность Установка световых приборов на транспортном средстве Соблюдаем правила, чтобы не получить штраф Повторение мать учения Правила дорожного движения в нашей студии проверит организатор и ведущий культурных мероприятий Дмитрий Ядрихинский В начале выпуска предлагаем вашему вниманию короткий обзор происшествий за последние две недели За прошедшие две недели на дорогах республики было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие В результате которых двое человек погибли, 26 получили различной степени тяжести травмы 13 октября около 16 часов в отделение МВД России по Горному району поступило телефонное сообщение от диспетчера службы 112 О том, что на 40-м километре автодороги регионального значения Кобяй произошло ДТП, есть пострадавшие На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что 31-летний водитель автомашины Toyota Vitz Не справившись с управлением на участке автодороги в 50 километров от села Бердегистяк, съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся В результате ДТП пассажирка 1966 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи Водитель серьезных травм в результате аварии не получил, был трезв Мужчина имеет стаж вождения 6 лет, за последний год 7 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения В том числе четырежды за превышение скорости Практически по всей республике сейчас ожидаются снегопады Такая погода ожидается в ряде районов республики в выходные дни В этой связи госавтоинспекция рекомендует водителям осуществлять движение с учетом погодных условий Поменяйте летнюю резину на зимнюю, не превышайте скоростной режим, лучше напротив снижайте скорость Особенно в местах расположения образовательных учреждений, торговых центров, вблизи пешеходных переходов и перекрестков Видишь человека с белой тростью? Будь добр, уступи дорогу В Якутске прошла акция «Белая трость», которая проводится вот уже 34 года За это время водители стали внимательнее и даже в лютой спешке останавливаются и пропускают незрячих людей в любом месте проезжей части О том, как сотрудники госавтоинспекции провели акцию, мы узнаем в следующем сюжете Акция «Внимание, слепой пешеход» проводится ежегодно С помощью профилактических бесед и информационных листовок Организаторы призывают водителей внимательно относиться к незрячим пешеходам Которые в силу своих физических возможностей не могут убедиться в безопасности перехода проезжей части Пешеходам, конечно, есть свои обязанности Пешеходы должны убедиться в безопасности при переходе проезжей части Но пешеход со слабым зрением может не увидеть И если пешеход поднял белую трость, значит, это означает, что водитель обязан уступить дорогу Даже если это происходит не на пешеходном переходе День старта акции был выбран не случайно 15 октября отмечается Международный день белой трости Приспособление, которое выступает не только вспомогательным средством для передвижения Но и как идентификатор о наличии серьезных нарушений зрения Людей, которые по каким-то причинам потеряли зрение Можно распознать по белой трости, по собаке-поводрю и по черным очкам Вот мы сейчас видим примерно белую трость Она должна быть обязательно белого цвета В принципе, удобная, раскладывается и наконечник круглый В городе Якутске знак 8-15 находится на перекрестке улицы Красноярова и проспекта Ленина Также такой знак есть на Вилюйском тракте А на проспекте Ленина установлены светофоры с голосовыми сигналами Но инспекторы и общественники напоминают, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов Водитель обязан пропустить незрячих пешеходов, подающих сигнал белой тростью Длительность светового дня продолжает сокращаться Поэтому инспекторы госавтоинспекции рекомендуют носить светоотражающие элементы и быть внимательнее на дорогах Пешеходы самые уязвимые участники дорожного движения Наезды на них явление частое И случается это отчасти по вине самих пешеходов Игнорирующих правила безопасности дорожного движения и забывая о своих обязанностях Сегодня мы их вспомним и обсудим с сегодняшним гостем Сегодня у нас в студии инспектор пропаганды управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия Сетин Сергей Вильевич Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, Валерий Здравствуйте, уважаемые телезрители Значит, ну, как вы уже сказали, да Пешеходы являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения Если водителя защищает кузов автомобиля, ремень безопасности, подушки безопасности То пешеход у нас не защищен ничем Поэтому пешеходам надо быть особо внимательными на дорогах Ну, вот по статистике, значит, всего с начала года на дорогах республики Произошло 596 дорожно-страссовых происшествий В которых 769 человек получили травмы различной степени тяжести 61 человек погиб Значит, с участием пешеходов произошло 140 ДТП В которых 9 человек погибли 136 получили травмы различной степени тяжести Но, к сожалению, за каждой этой цифрой это скрывается трагедия, горе Значит, потому что при ДТП с пешеходами Если, когда ДТП происходит с участием автомобилей Значит, чаще всего это просто поломки бывают автомобили, а без пострадавших А когда ДТП бывает с участием пешеходов То чаще всего это, конечно, травмы К сожалению, иногда бывают и летальные исходы Поделитесь, пожалуйста, самыми распространенными случаями ДТП Связанные с авариями с пешеходами Но основные причины дорожно-страссовых происшествий С участием пешеходов Это, значит, если вина по вине водителей Остановимся на том, что по вине водителей Произошло более 100 ДТП С участием пешеходов Это Нарушение правил проезда пешеходных переходов Значит, со стороны пешеходов Это переход в неустановленном месте Переход на запрещающий сигнал светофора Дороги Ну, вот И отсюда вытекает Вот как обезопасить себя пешеходам на дороге Значит, особенно это актуально сейчас Вот в данное время, когда на дорогах гололед, снегопад Значит, ну, во-первых, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения Переходить дорогу на пешеходных переходах На зеленый сигнал светофора Значит, особенно это когда еще касается детей Если вы видите детей возле дороги Обязательно помогите перейти дороги Помните, что на дороге чужих детей не бывает Носить на одежде световозвращающие элементы Это очень помогает в темное время суток Очень хорошо видно Эти световозвращатели хорошо видны в свете фар И водители намного раньше могут увидеть пешехода, чем без них Многие люди не знают, как вести себя на дорогах Особенно дети Так, какие же мероприятия вы проводите по профилактике По предупреждению таких явлений? Ну, вот Начнем с того, что сотрудниками госавтоинспекции С начала года Выявлено более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения Водителями, которые нарушили правила дорожного движения При проезде пешеходных переходов И более четырех тысяч нарушений ПДД самими пешеходами Госавтоинспекция также проводит постоянно профилактические мероприятия По безопасности пешеходов Значит, это и четыре этапа внимания дети Здесь сотрудники госавтоинспекции посещают школы с лекциями, беседами Значит, такие мероприятия, как дом, школа, дом, дорога домой В ноябре вот сейчас запланировано проведение мероприятия «Внимание, пешеход!» Все эти мероприятия направлены на повышение культуры поведения участников дорожного движения Можете поделиться, пожалуйста, как правильно переходить дорогу? Вот, потому что, ну, пешеход, да? Это человек, который передвигается не прямо в проезжей части, а по специально отведенным пунктам И для них это зебра, конечно же Конечно, пешеход является таким же участником дорожного движения, как и водитель, как и пассажир И для пешеходов есть свои правила дорожного движения Значит, ну, пешеходы должны переходить улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора Если это регулируемый пешеходный переход В отсутствие пешеходного перехода, конечно, пешеход должен убедиться в безопасности перехода Убедиться, что нет автомобилей Сначала смотрит в левую сторону движения, переходит до середины дороги Смотрит вправо, если нет машин, переходит дальше Ни в коем случае не перебегать дорогу, а переходить уверенным, быстрым шагом по самому короткому пути Хотелось бы пожелать всем участникам дорожного движения безопасных дорог Значит, пешеходам быть особо внимательными, особенно сейчас, когда гололед Даже когда переходите дорогу на пешеходном переходе или на зеленый сигнал светофора Убедитесь в том, что автомобили остановились Ведь автомобиль во время гололеда остановить трудно водителям Поэтому обезопасьте себя, все-таки убедитесь в том, что машины остановились А водителям необходимо, конечно, соблюдать осторожность при проезде пешеходных переходов Особенно это вблизи школ, детских садов Ну и, конечно же, уже необходимо сменить резину летнюю на зимнюю Ну и управлять транспортом с учетом конкретных погодных условий Спасибо, Сергей. До свидания До свидания Световые приборы на автомобилях предназначены как для освещения дороги впереди автомобиля Так и для его обозначения, чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами К сожалению, не все водители знают правила установки и использования фонарей и фар В следующем сюжете мы расскажем и покажем, как же это делается правильно Правила дорожного движения и другие нормативные акты запрещают самостоятельное изменение конструкции автомобиля Количество расположения, назначения, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве Должны соответствовать указанным изготовителям в эксплуатационной документации При этом световой пучок фар ближнего света должен соответствовать условиям правостороннего движения Тут законить надо ему, не запрещается Ксенон стоит у него Требования к размещению дополнительных световых приборов, противополных фар для легкового транспорта Это расстояние не более 40 сантиметров от габаритной ширины транспортного средства И не ниже 25 сантиметров от поверхности земли Максимальная высота не должна превышать более 80 сантиметров Для грузового транспорта данные не предусмотрена высота То есть они на крышу могут поставить даже На задней части транспортного средства разрешается установка дополнительных противотуманных фонарей Также законом не запрещается нанесение специальных маркировок позади автомобиля Которые улучшают видимость в случае выхода из строя электрооборудования Как в прошлом году у нас были случаи Водитель грузового транспортного средства при экстренной остановке Даже не успевает выйти и выставить знак аварийной остановки И зад, попроще говоря, догоняет другие транспортные средства Были в прошлом году много случаев Туман, снежная пыль и загазованность воздуха от выхлопных газов автомашин Это одна из способствующих причин возникновения ДТП на междугородних трассах Особую опасность представляют собой шлейфы снега и клубы дыма большегрузных машин Согласно техническому регламенту Разрешается установка симметрично расположенных дополнительных габаритных огней красного цвета В количестве не более двух штук Кроме того, закон не запрещает использование световозвращающих элементов Не треугольной формы И сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике В рамках которой в нашей студии известной личности Проходит экспресс-тест по знанию правил дорожного движения Состоящий из 10 вопросов И сегодня в нашей студии Организатор и ведущий культурных мероприятий Дмитрий Ядрихинский Здравствуйте, Дмитрий! Ну что, вы готовы начинать? Не готов, но начнем Хорошо, тогда поехали В данной ситуации остановка Первое. Разрешена только маршрутным транспортным средством Используемым в качестве легкового такси Второй вариант. Запрещена И третий. Разрешена только транспортным средством Управляемым инвалидом или перевозящим инвалидов В том числе детей инвалидов Обращаем внимание на картинку Знак Так, ну тут запрещающий знак стоит И там нет никаких дополнительных информационных табличек Я считаю, что ответ 2 Запрещена остановка Вы уверены? Я не уверен, но я сказал это Хорошо Принимаем вариант ответа Двигаемся дальше Второй вопрос Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Три полосы? Одну полосу? Или две полосы? Так Обещали подсказывать, а кажется, не подсказывают Да? Так Три полосы Одна полоса и две полосы Ну тут я вижу Две полосы Полоса туда Полоса обратная Хорошо Принимаем вариант ответа Следующий вопрос Третий Можно ли вам начать обгон в населенном пункте? Первый вариант Можно Второй Можно, если обгон будет завершен до переезда Или третий вариант ответа Нельзя Второй Можно, если обгон будет завершен до переезда Хорошо Принимаем вариант ответа Следующий вопрос При повороте налево для въезда во двор Вы обязаны уступить дорогу Только пешеходам Пешеходам и велосипедисту Или же только велосипедисту Пешеходам и велосипедисту Тоже второй Хорошо Принимаем Следующий вопрос Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? Только автомобиля А Только автомобиля Б Или водители обоих автомобилей? Только автомобиль А Хорошо Как вам следует поступить при повороте налево? Первое Остановиться перед стоп-линией И после проезда легкового автомобиля повернуть налево Второй вариант ответа Проехать перекрестком первым Или же третий Выехать за стоп-линию И остановиться на перекрестке Чтобы уступить дорогу встречному автомобилю? Третий вариант Хорошо Мы принимаем этот вариант ответа Водитель случайно проехал нужный въезд во двор Разрешено ли в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо? Первое Запрещено Третье Разрешено Если водитель управляет легковым такси Или же Третье Разрешено Ну тут только знак одностороннего движения Поэтому ему запрещено двигаться задним ходом Хорошо Мы ему запретили и двигаемся дальше Так, ситуация В которой водитель транспортного средства, движущегося по правой полосе То есть, внимание на правого Обязан уступить дорогу при перестроении Показано на правой На левой Или же на обоих Он должен уступить Сейчас скажу Сейчас скажу На левом рисунке Это у нас Третий вариант Хорошо Принимаем этот вариант ответа Разрешено ли вам выполнить разворот в этом месте? Первое Разрешено Если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств Второй вариант Разрешено Или же Третье Запрещено Вот этот вопрос был на прежних В прежних ваших эфирах Я, по-моему, это запомнил Запрещено Хорошо Третий ответ Хорошо, мы запретили Я рассмотрел ваши эфиры Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Только вариант А Только Б и В Или только Б? Так Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Так Только Б Третий Хорошо Принимаем вариант Б Просто я не видел никогда Дмитрий, это был последний вопрос А, да, узко Да И теперь я приглашаю в нашу студию нашего эксперта Здравствуйте Сейчас будем проверять ответы Дмитрия На первом вопросе Дмитрий ответил правильно В данной ситуации остановка запрещается Это успех На этот вопрос Дмитрий тоже ответил правильно В данной ситуации у нас имеется две полосы На следующем вопросе Дмитрий неправильно ответил В данной ситуации до ЖД переезда 100 метров обгон запрещен И здесь у нас осталось 50 или 100 метров до ЖД переезда А, вот поэтому нельзя обгонять На этот вопрос Дмитрий правильно ответил При въезде прилегающей территории во дворы Всем должны мы уступать дорогу Вот Второй ответ На этот вопрос Дмитрий правильно ответил Запрещается только А Знак действует до первого перекрестка После перекрестка останавливаться стоянку делать можно Так, на этот вопрос Дмитрий правильно ответил При повороте налево мы должны заехать на перекресток Остановиться, уступить и потом повернуть Третий ответ На этот вопрос Дмитрий неправильно ответил Знак одностронное движение не запрещает задним ходом двигаться Двор тоже не запрещает, поэтому разрешено Ясно На этот вопрос Дмитрий правильно ответил Ситуация показана только на левом рисунке На правом мы помеха Справа сами Уступаем только на левом Третий ответ Так, на этот вопрос Дмитрий правильно ответил На автобусных остановках разворачиваться запрещено Запрещено И вот последний вопрос Дмитрий неправильно ответил Обозначает границы искусственной неровности Знак А Знак А Первый ответ Итого у Дмитрия из 10 вопросов 7 правильных ответов Хороший результат Фу, как-то все подобрело Ну, в общем-то я рад, что я ответил на большинство вопросов правильно Ну, а если быть серьезным Действительно, давайте, друзья, все соблюдать правила дорожного движения Независимо, это водитель или пешеход Наше здоровье ценно, ну, для каждого из нас Давайте соблюдать ПДД Всем спасибо До свидания Вот и наша передача подошла к концу Уважаемые телезрители, будьте бдительны на дорогах Соблюдайте правила безопасности И будьте здоровы До встречи в следующем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok